Если спросить сегодня человека, в чем вы ощущаете больше всего дефицит? Наверное, ответ будет очень разный. Кто-то скажет, дефицит денег мало. Ну, у кого бывает много, правда? А кто-то скажет, дефицит общения. Это люди, наверное, скажут, наверное, те, которые находятся в домах престарелых, которым годами дети не приходят. Те, которые привязаны к больничной койке, не могут встать, пообщаться с людьми. Наверное, никакие средства не заменят то общение, в котором нуждаются они. Если спросите людей, родителей, у которых дети очень далеко находятся, наверное, семейного общения. У каждого есть, наверное, та или иная область в своей жизни, где мы испытываем дефицит. И сколько бы у нас не было, наверное, все равно кажется, да, ну, вот еще бы немножко. Знаете, в наших отношениях с Богом есть тоже вещи, которые Господь хочет, чтобы мы не испытывали дефицит в общении с Ним. И одно из этих качеств, которое сегодня, часто даже в христианском мире, является дефицитом, это является верность. Вы знаете, когда мы читаем текст «Приду ли, найду ли веру на земле», да? «Найду ли верность на земле?» То есть, греческое слово «верность», «верущий» и «вера» одно и то же слово. И под словом «вера» не подразумевается просто, знаете, какая-то уверенность в том, что где-то есть Бог или в треединство Божие, даже что Писание Бога вдухновенно. «Найду ли я верность на земле?» Вот что значит «а вера». Более того, Писание говорит нам, что участь всех людей, которые являются неверными, где? В озере Огненном. Заметьте, не говорится о людях, которые не верят в Бога, что это их участь в озере Огненном. О людей, которые неверны Богу. Я думаю, что это немножко такая, знаете, очень сложная тема. Тема, почему сложная? Потому что она касается нас всех с вами. Это не касается людей, которые живут только в мире. Меня и всех вас касается. Потому что Бог от каждого из нас ожидает, от каждого, кто служит Богу, чтобы мы оказали Ему верность. И без этой верности Богу угодить Ему невозможно. Мы с вами вместе проходим послание Семи Церквям. Если вы откроете вторую главу книгу Откровения, мы прочитаем с вами послание Смирнской Церкви. С 8-го стиха по 11-й включительно. «И ангелу Смирнской Церкви напиши. Так говорит первый и последний, который был мертв и все жив. Знаю твои дела и скорбь и нищету. Впрочем, ты богат. И злословие от тех, которые говорят о себе, что они иудеи, они таковы, но сборище сатанинское. Не бойся. Ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот дьявол будет ввергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней десять. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Имеющий ухо слышать, да слышит, что дух говорит церквам. Побеждающий не потерпит вреда от второй смерти. Ангелу Смирнской Церкви напиши. Город Смирна, один из семи городов, которым Иоанн пишет, церквям пишет свое послание, находясь на острове Патмос. Сегодняшний этот город Измир, который находится, как мы знаем, в Турции, это торговый город Римской империи. Отличался он тем, что в этом городе очень был сильно развит культ императора. Знаете, наверное, помните, как в Советском Союзе, не во всех городах культ личности был одинаков, не так ли? Некоторые, хотя политика была везде одинаковая, но некоторые особо усердствовали выслужиться, так сказать, перед центром в наше время. Так вот, в Смирне люди, которые жили, они особо пытались каким-то образом показать, что они почитают или Бога чтят, Бога почитают императора. И, конечно, конкуренцию императ с собой никакую не терпел. Что же происходило? Что поклонение божествам и императору в том числе сопровождалось жертвоприношениями, которые необходимо были, чтобы люди, приходившие на эти ритуалы, приносили вместе с собой. Потом организовывались огромные, так называемые, массовые гуляния или шествия, или в нашей стране это были демонстрации и так далее, и так далее, в знак солидарности, почитания и поклонения. Так же самое, как и во времена на входа носора. Помните, нужно было всем вместе при звуке трубы встать и поклониться. Там было по-другому немножко, нужно было принести. Поэтому даже то мясо или те продукты, которые продавались часто на торгу, они сначала были посвящены или языческим богам, либо богу-фараону, а потом приносили, это посвященное язычеству, приносили на базар продавать. Помните, апостол Павел в послании к Коринфянам говорит, что вы не можете все знать, что вы покупаете на торгу. То есть, это мясо, которое приносили туда, его сначала несли в храм. Но была другая проблема в этом городе. В этом городе была еврейская синагога тоже. И римское правительство или государственная власть дала возможность единственной группе не поклоняться императору. Вы знаете, кому? Только иудеям. То есть, если вы, иудеи, и относитесь не просто неверующий еврей, а иудеи, которые считают себя членом синагоги, без членства синагоги не рассматривали людей, как иудеев в то время, в Смирне. Вот только членство в синагоге давало право людям быть свободными от поклонения культу императора. Что же происходило или что же случалось с теми людьми, которые из иудеев обращались ко Христу и принимали Иисуса Христа? Об этом сам сказал Христос. Что наступит то время, когда вас с вами что будут делать? Вас будут исключать из синагоги. Эти иудеи, приняв Иисуса Христа, стали мессианскими евреями. И они не просили исключить у нас из синагоги, но власть в синагоге исключала их от синагоги. Что это значит? Отлучить человека от синагоги. Людей, которых отлучали от синагоги, образно говоря, передавали в руки Римской империи, говорили, берите их и уничтожайте их, своих братьев, евреев. Каждый отлученный от синагоги не имел больше права не поклоняться императору. Их этого лишали сразу. И они были уничтожаемы и преследуемы, как ни в каком другом городе Малой Азии, римской властью. Другими словами, от местной синагоги зависело то, как люди будут, где они будут. И так как большинство людей верующих было не от язычников от самого начала, а были те, которые покаялись, будучи верующими иудеями, чтущими Бога, их ждала такая участь. Помните, Христос дальше говорил, Он говорит, что даже наступят те времена, наступят, когда убивающие вас, помните, будут думать, что они этим служат Богу. То есть иудеи в этой синагоге, они думали, что если мы их отдадим в руки Римской империи, которые с ними их казнят, то этим самым мы очистим свое иудейство. От чего? От ереси. Этим самым они думали, что они служили Богу. Иоанн был один из иудеев. И его это очень сильно беспокоило, что его братья должны были проходить через серьезные страдания. Но заметьте, повод для этого давали их же братья. То есть казни совершались руками римлян, но предавали на казнь свои же иудеи. И поэтому, как, наверное, ни в другом послании апостол Иоанн, получая это свидетельство, это откровение от Бога, в этом послании пишет такие вещи, которые мы не встречаем больше нигде, практически на страницах Священного Писания. Итак, давайте посмотрим, с чего начинается. Говорит Господь, «Я был мертв и все жив. Я был, я первый и последний. Я был мертв и все жив». Вы знаете, наверное, никак никого другому это слово не является утешением, как для тех людей, которые смотрят в глаза смерти. Не так ли? Знаете, когда сытная жизнь, и ты говоришь, «Я был мертв и все жив». That's okay. И нас вроде бы не трогает это, правда? Вот как Галла говорила, сегодня и завтра будет хороший день, и послезавтра. Страданий на горизонте в Америке в ближайшее время, что нас будут истреблять за нашу верность Христу, очень мало что-то наступит завтра. Когда-то, наверное, придет. И поэтому «Я был мертв и все жив». Для нас оно немножко звучит сегодня, ну, как просто факт. Но для этих людей, которые были частью Смирнской церкви, для них каждый день жизни прожил, слава Богу. Завтра прожил, слава Богу. И Господь им говорил, «Я был мертв». Другими словами, эти люди носили в себе приговор к смерти, потому что они присоединились к церкви. Только время для каждого было свое. Я бы хотел, чтобы это слово сегодня и для нас, друзья мои, было утешением. Когда мы, может быть, ну, не в такой степени, как люди в то время, но сталкиваемся с серьезными проблемами и, может быть, даже в какой-то только области своей жизни приговариваем себя частично хотя бы к смерти, помните, что там, где есть смерть во имя Христа, с верой и верностью Ему, всегда заканчиваются победы. Поэтому Христос говорит этим людям, если вы и умираете каждый день, знайте, что за этой смертью идет жизнь. Ибо если мы с Ним сораспялись, то что с Ними царствовать будем? Я был мертв, но я не остался мертвым. Я жив и буду жить во веки и веков. Другими словами, он говорит, и ты будешь проходить через это. Следующий стих, девятый. Он говорит, что я знаю твои дела. Кстати, это выражение упоминается в каждом из семи посланий. Я знаю твою скорбь и знаю нищету. Окей, о скорби уже понятно. Мы немножко сказали, что значит, через какую скорбь проходили члены церкви, находящиеся в Смирне. Но я знаю твою нищету. Ведь люди-то верующие не... Ну, в подавляющем смысле. И верные Богу. Это не ленивые люди. И если они живут в торговом городе, причина, почему они стали нищими, это не потому, что они не знают, как заработать средства. Я помню, в советское время, когда у нас была церковь где-то за городом, там собирались, на окраине города, правильно сказать, собирались мы под открытым небом. И все соседи удивлялись. Они говорят, слушай, откуда у баптистов столько денег? Ну, там недалеко была площадка машин. Ну, разные люди на машинах подъезжали, пожилых людей некоторых подбирали, другими словами. Я однажды иду, помню, собрание, и двое неверующих идут, они между собой, слушай, говорят, смотри, сейчас скоро у баптистов собрание начинается. Они будут на машинах, говорят, ты удивишься, сколько у них машин? Один другому говорит, другому говорит, слушай, а ты знаешь, они друг другу помогают, когда нужно одному купить, они помогают, говорит, не так, как мы, говорит, с тобой. Я слушаю этот разговор, думаю, интересно. Даже в самые серьезные, проблемные времена гонений и преследований, верующие люди, они, Бог им давал мудрость, как зарабатывать средства, когда их лишали возможности получить хорошие места рабочие, когда их лишали возможностями быть ведущими, там, инженерами или директорами, там, мероприятий. У нас этого не было, но никогда никто из нас не был в скудости, только тогда, когда лишали всего. Смирнская церковь проходила через именно это. Представьте себе сегодня церковь в Узбекистане, в Ташкенте, в Бухаре, где пастора церкви за то, что он только присутствует на собрании, даже не проповедует, штрафует его 6-8 месячных зарплат. В Казахстане, в других местах, не говоря уже, это то, что было раньше территории Советского Союза, а людей, которые приходят сначала месячную зарплату, потом двухмесячную зарплату и так далее, и так далее. Скажите, обнищаешь быстро, не так ли? Очень быстро обнищаешь. Вспоминаю свое детство, нам всегда нас спрашивали, а почему вашего папу посадили в тюрьму так далеко? Ведь много тюрем по Молдавии есть строгого режима. Но всех преступников, которых сажали в тюрьмы, их, ну, до Украины, может быть. Но почему из Молдавии сажали за Байкал, а тех, кого арестовывали в Дальнем Востоке, сажали в тюрьмы в Западной Украине? Почему? Да потому что раз на свидание приехать, это две месячные зарплаты. И для того, чтобы церковь полностью лишить средств, потому что это единственная была возможность у семьи увидеть отца лично раз в год. И чтобы этой возможности не было. И если бы не люди, верующие, которые бы участвовали и помогали, я представляю себе, за все наши в 12,5 лет, когда папы дома не было, мы бы не могли его видеть. Благодаря помощи людям, конечно, церковь была по мирским стандартам в нищете. И Господь смотрел на церковь в Смирне и говорит о ней, я знаю твою скорь, и я знаю, что я знаю, что у тебя нету много финансов. Но дальше, что он говорит? Но, впрочем, я смотрю на это другими глазами. Он говорит, я смотрю, что ты по-настоящему богат. Интересно, если бы сегодня Бог, смотря на нас, на то, чем мы обладаем, на то, как мы распоряжаемся нашими средствами, на то, куда мы инвестируем, что мы тратим, знают часто вы, Господь. Какую бы он оценку сегодня нам сказал? Ты богатый человек. Или бы он сказал бы, как тому человеку, который развалил свои старые амбары, построил новые, заполнил все новыми вещами, новым зерном и сказал душе своей, ешь, пей, веселись. Я обеспечил себя. Он посмотрел и сказал, безумный. Для кого это все? Друзья мои, хотелось бы, чтобы сегодня никто из людей, а Дух Святой, проверяя сегодня наши сердца и зная наше состояние, сказал нашему сердцу свою оценку. «Ты богатый?» Или ты думаешь о себе, что ты богат, но не знаешь, что ты несчастен и жалок и нищ и слеп и наг? а думаешь, что у тебя нет никакой нужды ни в чем. Видите, ладикийской церкви была совсем другая дана оценка. Они говорили о себе, мы богаты, у нас все есть, мы всем обеспечены. А он смотрел на них и говорит, если бы вы знали истинное положение вещей. Господь сегодня хочет, призывая нас к своему столу для общения с Ним, сказать нам истинное наше положение, имеющий уши слышать. Услышьте сегодня слово от Него. Впрочем, ты богат. И злословие тех, которые говорят о себе, что они иудеи, они таковы, но сборище сатанинское. Страшные слова. Те, которые называют себя синагогой или обществом, чтущим Бога, он говорит, это не то, это сборище сатанинское. Если кто-то и говорит, говорит, что для Господа многие вещи не важны, для Господа все важно. И не только, что мы приходим в Дом Божий, и не только, что мы посещаем нашу синагогу, важно наше отношение, важно наше сердце, наши поступки, как мы встречаем и общаемся с другими людьми. Злословие от тех, другими словами, те люди, которые называли себя иудеями, они злословили тех, которые приняли Христа, отлучая их от синагоги, делали их жертвой легкой добычей римского террора. Друзья мои, сегодня мы иногда думаем, что мы в более такой хорошей обстановке находимся, но ведь мы тоже несем ответственность буквально за все, что мы говорим, что мы делаем. Иногда мы думаем, иногда бывает, что мы защищаем какую-то истину, но защищая порой эту истину, мы, может, переходим грань, которую Бог для нас определил и начинаем делать то, что служит больше и льет воду на мельницу врагу, чем Христу Самому. Мы должны быть очень осторожны в этом. И если кто-то из нас и проходит через это непонимание близких людей, Христос говорит, я знаю, через что ты проходишь. Следующий стих. Десятый. Но ты не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот дьявол будет ввергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и вы будете иметь скорбь дней десять. Не бойся. Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Знаете, часто люди задают простой вопрос, когда они встречаются с трудностями, испытаниями, а где же Бог? Когда я читаю этот текст, я думаю, Господи, а где же Ты? А где же Ты, когда Твоих верных детей ведут на казнь? разве это не справедливый вопрос? И, наверное, этот вопрос задают не только люди неверующие, а, наверное, часто этот вопрос и мы с вами задаем его Богу. И, знаете, мне кажется, иногда, чем больше мы проходим через скорбь, проверяя свою жизнь и не находя в своей жизни ничего, за что бы мы бы заслужили это, мы еще больше кричим Богу и говорим, Господи, доколе, что происходит в моей жизни? Я бы хотел, чтобы мы взяли для себя некоторые очень важные моменты. Первое, Бог никогда не обещал избавить нас от всех страданий. Сегодня есть люди, которые проповедуют, что христианство это самое лучшее здоровье, самые большие деньги, самый лучший отдых. Не верьте этой лжи. Не верьте лжи. Бог никогда не обещал церковь свою избавить от всяких страданий. И церковь Иисуса Христа как никогда другая с первых дней своего существования до последнего дня своего существования будет проходить через горнило испытания как в целом, так и в индивидуальном плане. Бог допускал и тогда страдания, и ужасные страдания, где тысячи и миллионы людей оставляли свою жизнь, оставаясь верными Иисусу Христу. И это нисколько не умаляет могущество Бога. Хотел бы, чтобы мы для себя это приняли. Когда мы будем участвовать сегодня в вечере Господней, само наше участие говорит о том, что Он муж скорбей, изведавший болезни, и Он сказал, меня гнали, будут гнать и вас. Если вы хотите идти за Мною, надо взять крест свой и идти за Мною. Поэтому мы сегодня не только не принимаем Евангелие процветания, а говорим это ересь и заблуждение. Церковь Христова всегда будет гонима, потому что Писание говорит, и все желающие жить благочестиво, что? Будут гонимы. Все желающие быть верными Богу в той или иной степени, в разных странах по-разному будут проходить через серьезные скорби и страдания в своей жизни. Вторая истина из этого стиха. Бог, посылая нас или вводя нас в страдания, всегда даст нам силы вынести все ради Него. Иногда бывают страдания результат нашего выбора, но если Бог допускает в нашей жизни и страдания, Он всегда даст нам силы пройти все и быть Ему верным. Хоть кто-нибудь скажите аминь. если вы в это верите. Вы помните три юноша печь раскаленная и они говорят царю мы не будем поклоняться не будете поклоняться пойдете в печь кто вас защитит в печи от меня и юноша говорит я знаю что наш Бог силен это сделать но может быть Он решит что наша смерть в печи принесет Ему больше славы чем наша жизнь и если это так мы готовы идти в печь и готовы умереть и они пошли в печь Бог когда будет испытывать нашу верность иногда Он будет подталкивать нас к самому краю что нам кажется все еще один шаг и кажется все силы больше не будет но в этот момент когда мы будем чувствовать что уже на исходе наших сил у нас больше шансов нету рука его ангела как для сына Божьего в Гефсиманском саду Он пришел и что делал и утешал его и помогал ему и благословлял его и третье хотел бы чтобы мы взяли для себя из этого стиха он говорит что дьявол будет из среды вашей в темницу возвергать чтобы искусить вас и вы будете иметь скорбь дней 10 то есть другими словами будет короткое время страдания которое вам нужно перенести а потом что после страдания смерть то есть до того когда вас приговорят к смерти вам нужно будет пройти через определенные пытки и страдания дней 10 Бог другими словами говорит я знаю через что ты будешь проходить и я положил предел времени твоему страданию заметьте как сказано дьявол будет ввергать из среды вас то есть не всех но некоторых из вас некоторым придется пройти очень сложный путь и он говорит за этим стою я за этим есть мое благословение за этим есть моя рука на короткое время и после мы увидимся лицом к лицу и заканчивается 10 стих словами и так будь верен до смерти и дам тебе венец жизни будь верен что это значит проходя через все что ты должен будешь проходить через все испытания цель дьявола через эти трудности привести тебя к состоянию чтобы ты разочаровался в боге чтобы ты разочаровался в церкви чтобы ты разочаровался в людях чтобы ты разочаровался в его проведении в его слове, в его обетованиях. Это вся цель дьявола. Искусить тебя, проходя через трудности, чтобы вести тебя в грех, чтобы ты сделал то, что сделала жена Иова. Похули Бога и умри. Curse God and die. Может быть, вы проходите связь тоже в жизни через определенные трудности и переживания. Проверяя свою жизнь пред Богом, вы не находите ничего, за что бы вам нужно каяться или просить у Бога прощения. Вот это слово утешения. Бог знает это время ваших трудностей. И Он каждую минуту, и час, и день определил Сам. И Он не даст ни одного часа больше. Он поставил предел испытанию, которое Он имеет в плане Своем. Будь верен. Быть верным не означает быть, продолжать просто верить, что Бог где-то есть. быть верным. Что же ожидает Бог от нас? Не еди на компромисс со своей совестью в плане поклонения Богу. Если ты избрал Господа Бога и Христа и следуя за Ним, то разделять с кем-то другим поклонение Ему – это то, что является неверностью по отношению Ему. Помните, Яков говорит, прелюбодеи и прелюбодеицы, «Разве вы не знаете, что дружба с миром есть что? Вражда против Бога». То есть, то, что нам предлагает сегодня этот мир, если мы идем и покупаем у них эту философию, и в то же самое время, возможно, остаемся и религиозно-набожными людьми, это есть неверность. В том контексте, конечно, означало продолжайте ходить или верить во что вы хотите, но, пожалуйста, почитайте императора за Бога. И христианская церковь, первая, она говорила, нет, не можем это делать. Поклонение Богу, разделить с поклонением миру, князя этого мира мы не можем. Еще один момент о верности. Можно много говорить, буквально несколько слов, и мы будем заканчивать. Быть верным Богу означает отказаться от компромисса с кем-то поделить Его, как Господа. Мы принимаем Христа не просто как Спасителя нашего, но и как Господина нашей жизни. И если Он является Господин, Он имеет полный контроль над всем, что происходит в нашей жизни и все то, что принадлежит нам. И вы уже, Писание говорит, что? Не свои. Вы больше себе не принадлежите. И поэтому контролировать то, что у вас есть, вы можете только делать это в согласии с тем, кто является вашим Господином. И римская власть тоже пыталась разделить это господство над душами людей между Собою и любимыми другими богами. Но апостоп первоапостольская церковь и церкви в Смирне было сказано, Господь есть един, и Его господство что надо мною является финал, последним, и ничего, кроме Него, и никого, кроме Него. И последнее, быть верным Богу означает также быть верным Ему в нашем посвящении или посвященности. Это очень большая тема. Скажу, Боже, просто одно. Каждый из нас, который стал христианином или верующим человеком, мы, принимая крещение, давали Богу обет любви, обет верности. Как каждый из вас, который вступал в семейную жизнь, обещал пред Богом своему партнеру то же самое, не так ли? И это означает сохранить верность. То, что ты сказал, то, что ты пообещал, исполни. Не просто внешнюю форму, потому что Христа, Его отношения с нами интересуют не в наша внешняя форма, а то, что происходит прежде всего внутри нас. Наши мотивы, наши желания, наша жертвенность и так далее, и так далее, и так далее. Будь верен. Ты скажешь сегодня, а другие вокруг меня так не поступают, а эти не так ведут себя, другие себя вообще там не жертвуют или не участвуют в этих мероприятиях или в том, почему я один должен все делать? Вопрос не в этом, дорогой мой. Это отношение лично Бога с тобою, а с другими, с Ним лично будет Бог относиться по-своему к этим людям. Поэтому ты будь верен мне, Христос говорит. Поэтому я и каждый из нас, кто здесь находится. Да, в какой-то период времени люди могут уходить, приходить, делать, что они хотят. У Бога с ними будет свой разговор. Но ты будь верен мне до смерти. Я бы хотел, чтобы сегодня наше участие в вечере Господней было бы обновление не нашей религиозности, а обновление нашей верности Ему. Если вы знаете, что что-то произошло в жизни, что нужно исправить, если вы знаете, что что-то произошло, неважно в какой области, по отношению других людей, по отношению к церкви, по отношению служения, по отношению ваших финансов и так далее, и так далее, в чем вы не были верны, признайте пред Богом. И Господь, будучи верен и праведен, что сделает? Простит нас, и что? Очистит нас от всякой неправды, и таким образом снова вернет нам одежду праведности, и завет верности с ним снова будет восстановлен. «Кто верным Богу пребывает и чтит Его Святой Завет, того Он чудно охраняет среди житейских грозных бед. Кто в вере тверд, тот в нем найдет защиту от земных них сгод».